Специально для тупых. Дисклеймер. Видео сделано исключительно в информативных и развлекательных целях и не является призывом к каким-либо действиям. Не рекомендуется к просмотру лицам моложе 16 лет, а также тем, чье моральное и физическое здоровье может пострадать от использования ненормативной лексики, ущербного юмора и аморального поведения. В общем, блять, я предупредил. Пока в мире большинство музыкантов подвергается культуре отмены за неосторожно сказанное слово или пост в социальных сетях, на блокметал сцене еще остались апологеты бескомпромиссного поведения, чьи моральные и социальные убеждения помножены на ноль. Сегодня мы поговорим о пацанских приключениях великих и ужасных безбожников, чьи криминальные движухи только подкинули ребятишкам авторитета и популярности. И шалом, мои маленькие любители сатаны, меня зовут Дес, здесь мы говорим про андеграунд и не только. Про приключения всем известного дедушки Каше и товарища Ошита разговаривать мы сегодня не будем, да и у меня есть отдельное видео на канале, посвященное его жизни. А начнем мы сегодня с ребятишек, которые также были причастны к норвежскому ОПГ, известному как Черный Круг. Пальчишки из Имперер устали ходить в чушпанах, потому пришились к пацанам из Черного Норвежского Круга в 1990 году и были по локоть завязаны в делах с поджогами церковных домиков. Таким образом, Самот и Фауст были причастны к нескольким эпизодам поджогов в разных городах Норвегии. Но это не самое интересное. На фоне антихристианской вакханалии одному заднеприводному не повезло флиртануть с Бьордом Эйтхуном, с погремухой Фауст. 21 августа 1992 года в городе Лилихаммер один злобный гомосек по имени Магне Адриасен предложил еще молодому и милому Фаусту уединиться в темном лесу, дабы совершить прелюбодеяние. И Фауст согласился. Но так как Бьорд оказался не из тех самых, то он достал вместо своей пипирки ножик и наколол гомосека несколько раз. Да так, что тот отъехал в приемную Господа Бога. Чуть больше года Фауст бегал на свободе полностью безнаказанным, так как у мусоров не было доказательств по этому делу, пока не началось активное расследование убийства Евробоя. И вот тогда кто-то слил информацию про Фауста. Таким образом, Фауст отъехал в места не столь отдаленные, аж на 14 годиков, а сам отбыл признан виновным в поджогах церквей и тоже отчалил на пару лет подумать о жизни за решеткой. А теперь поговорим о легендарной группе Dissection и их лидере Йони Нотвейде. Парниша, чье имя я не раз упоминал в своих видео. Банда этих привилегированных шведов внесла огромнейший вклад в Black Metal, Black Adept и Melo Dead. Но сегодня речь пойдет о криминальных приключениях Йона Нотвейда. С 1995 года Йон становится активным участником религиозной организации Мизантропик Люцифериан Орден, где с течением времени приобретает статус «Жрец Сатаны». Все его текста и песни были посвящены идеологии Ордена, а вот в 1997 году каким-то мистическим образом Йон встречает на своем жизненном пути 38-летнего Юсуфа Бена Мадура, заднеприводного беженца из Алжира. И уже по классике жанра алжирский мачо решил подкатить свои яйца к Нотвейду. Но наш шведский повелитель Мелодий тоже оказался не из тех самых и забил нечистилого раба до полусмерти и бонусом пару раз проткнул его задницу ножичком вместо пипицки, после чего тот скончался. По итогу суд признал Нотвейда виновным за убийство, в первую очередь на почве национальной ненависти и только во вторую на почве гомофобии. Хотя сам Нотвейд декларировал это в обратном порядке, утверждая, что он защищался от сексуальных домогательств. Ну как бы телега не прокатило, по итогу пацан загремел на 10 лет. Но так как пацан был четкий и ровный, ему удалось откинуться на волю по лудо, отсидев всего 7 лет. После чего он успешно вернулся в музыкальную деятельность, успел дропнуть еще полноформат, закусился с Дэйвом Мастейном из группы Мегадед и совершить акт Роскомнадзора. Но это уже совсем другая история. И по традиции, если ты котируешь Нотвейда, ставь лайк этому видосу. Пока злые натуралы мочили глинамесов, один злой глинамес мучил натуралов. Кристиан Эйвент Эспидаль Известный по кликухе Гал, или как его прозвали на зоне, Дуршлаг. Был пацан пришел к банде Гаргород с 1998 года. В течение трех лет все было спокойно и четко. Альбомы, концерты, туры. Но в 2001 году всплывает первый интересный инцидент. Гал заманивает к себе домой мужика из бара после закрытия под предлогом продолжения банкета. После чего начинает избивать его, связывает и продолжает пытки и нанесение телесных повреждений. Как выяснило следствие, избиение длилось около семи часов. После чего Кристиан просто отпустил свою жертву. За что суд приговорил Гаала к году тюрьмы и выплате компенсации жертве в размере 158 тысяч норвежских крон. Отчали свой первый срок. Гаал не спеша тут же въебался в краковский инцидент 1 февраля 2004 года вместе с Гаргородом. Ребятишки залили настоящей кровью животных всю сцену. Вытащили обнаженных моделей распятых на крестах. Натянули на пике точеные головы животных. Что по какой-то неведомой случайности начали транслировать по центральному телевидению Польши. После чего парней судили за оскорбление чувств верующих. И на фоне скандала Нуклеер Бласт порвал контракт с Гейгородом. А уже в мае 2004 Гаал заехал на второй срок. И компенсацию в 190 тысяч норвежских крон. Как оказалось, еще в 2002 году, в аккурат после первого срока, по той же самой схеме, Гаал домой затащил 41-летнего мужика, сосов самой жертвы. Гаал хотел принести его в жертву сатане, делал кровопускание и заставлял пить собственную кровь. Пытал и избивал бедолагу в этот раз он 8 часов. Но каким-то образом наш легендарный повелитель дырявого днища вышел по УДО, отсидев всего 9 месяцев. Инквизишн. Банда, чей звук и манеру игры тяжело спутать с кем-либо. Ребятишки как культурная единица возникли в Колумбии в 1988 году. Но в 1996 году их идейный лидер и вдохновитель Джейсон Вейербах, Экей Дагон, переехал в Сиэтл, США. И вот тут-то начались незаконные приключения колумбийского фраера. В феврале 2006 года Дагона обвинили в нападении и злостном хулиганстве, за что он и заехал на 4 месяца. А следом был обвинен в нацистских взглядах из-за своего второго проекта, 88 мм. Но это все лирика по сравнению с тем, что произошло в декабре 2008. А в декабре 2008 года Вейербаху было предъявлено обвинение в хранении изображений малолетних, вовлеченных в действия секостного характера. Уж каким-то хитрым образом следствие смогло доказать его причастность к распространению малолетнего пронина за деньги на протяжении 7 лет. А в июне 2009 года его адвокат заключил сделку с обвинением, вследствие чего Вейербах признал себя виновным в незаконной демонстрации материала. Прокурор затребовал 30 дней тюрьмы с учетом уже отбытого срока. По итогу в каталажке он чалился 9 месяцев, а также оплатил штраф в размере 1000 баксов и получил двухлетний испытательный срок, включающий ограничения пользования интернетом. На фоне скандалов, лейбл Season of Mist разрывает контракт с Инквизишн. Ибо по мнению пацанов, поступил Дагон не по-людски. Хочу процитировать заявление Дагона по этому поводу. В 2007 году я поступил очень опрометчиво, что привело меня к проблемам с законом. Я хочу все прояснить. Я не совершал сексуальных преступлений. Это не касалось никого, кроме меня. И в 2009 году я исполнил все законные требования. Я хочу оставаться сфокусированным на моей музыке и искусстве блэк-металла, несмотря на любые личные взгляды и суждения, которые могут быть у моих поклонников. Я человек достаточно закрытый и никогда не заботился ни о каких разрушительных сенсациях. И оставлял приватным то, что, по моему мнению, должно быть таковым. Напиши-ка, дружище, в комментариях, разделяешь ли ты творчество и поступки творца. Самый влиятельный, не побоюсь этого слова, в мире НСБМ-проект. Кто бы мог подумать? С территории Российской Федерации МОЛОТХ Бандиты берут свое начало в 2002 году на территории города Тверь. Идеологически же не тяжело догадаться, что пацаны проповедовали национал-социализм и язычество. Рубили себе ребятишки свой БМ и горе не знали, пока 10 октября 2006 года лидера группы Алексея Левкина не взяли за жопу правоохранительные органы. Пацану инкриминировали три убийства и одно покушение на почве национальной нетерпимости. Уж как и что там было на самом деле, мне неизвестно. Но пока Леша мариновался в заключении, его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение. По итогу из дурки на свободу товарищ Левкин вышел только в 2011 году и продолжил активную деятельность с коллективом. С его подачи собрали организацию Вот он Югент. Участники организации создали мощный медиаресурс, на котором начали публиковать альбомы примкнувших к ним НСБМ-коллективов, а также организовывать концерты, шествия, походы и даже турнир Клич молодости по смешанным единоборствам. По итогу на территории Российской Федерации организацию сообщества и сопутствующих фестивалей Вот он Югент запретили в 2014 году. А песня «Слезы осени» группы «Молотых» внесена в федеральный список экстремистских материалов. Песня «Знамена ввысь» фактически является русскоязычной кавер-версией нацистского гимна «Хорст Вессель», также запрещенного в России. А сам Алексей Левкин заочно арестован решением Лефортовского районного суда города Москвы по делу об участии в экстремистском сообществе в 2018 году. На данный момент группа всем составом не проживает на территории РФ. Ведь очень часто многие события в этой жизни происходят независимо от жанра музыки. Будем честны, криминальных разборок среди цивилов в разы больше, чем среди неформалов. Поэтому любите металл, любите свою маму и до встречи, мои сводкоежечки!